добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о периодах в жизни человека сегодня хочу поговорить о периоде с 8 9 до 11 лет это время когда девочки в своем физическом и где-то эмоционально интеллектуальном развитии значительно опережает мальчик где-то с девяти лет диссонанс в развитии очень очень начинает бросаться в глаза и это в какой-то мере приводит к вопросам если до этого ребенок по большому счету не особенно акцентирует на том вопросе кто он да то есть мальчик или девочка то в это время этот вопрос становится главным вопрос идентификации становится очень важным именно здесь формируется сексуальность ребенка в это время формируется его эмоциональность его восприятие другого пола его само восприятие как мальчика и мужчины девочки или женщины и роль папы огромна на самом деле невероятно огромна потому что когда мы с вами отсутствуем узнаете есть очень болезненная неприятная статистика почти 80 процентов мальчиков которые выросли и стали гомосексуалистами родились в семьях или выросли в семьях где не было отца либо отец был просто присутствующим он не активно участвовал или вообще не участвовал в воспитании потрясающе но очень предсказуемо потому что не было никакого мужского влияния в этот период никто не объяснил парню что он мужчина здесь существует две большие проблемы женского воспитания во первых тенденция последнего времени она говорит о том что многие женщины считают что участие мужчины воспитание детей неприемлемо я последнее время очень часто с этим сталкиваясь они считают что мужчина воспитает муж желана который будет не уважать ее как женщина возможно если тот мужчина с которым вы живете муж лан то конечно же он воспитает такого же но если ваш мальчик вообще не имеет мужского начала то скорее всего он вырастет без базового мужского потенциала до который закладывает отец вторая тенденция она состоит в том что очень многие женщины пытаясь учить своих сыновей мужественности делают это на грани истерики например мужчины так не поступают мужчина должен делать то мужчина должен делать это но мама не может показать пример как должен мужчина делать то или как должен делать это и мальчики понимают что быть женщиной проще никаких требований и опять же мы видим человека вектор идентификации которого склоняется совершенно противоестественную сторону и потом он будет бороться за это всю свою жизнь это очень важный период в жизни мальчика невероятно важный и невероятно важно чтобы вы и мы как отцы не упустили это на своем примере показывая что значит быть мужчиной теперь тебе нужно проводить сыном как можно больше времени спорт разговоры техника ответственность и любовь к своей жене когда же мы говорим о девочках кто-то говорит что мальчика пусть воспитывают папы раз на то пошло а девочек пусть воспитывают мамы но если тебя нет рядом с твоей дочерью нет рядом любящего сильного и ответственного мужчины который будет защищать показывая пример того каким должен быть мужчина то у нее формируется образ мужественности и он будет неправильным я недавно спрашивал молодых девочек 3 назовите говорю мне три качества вашего будущего мужа и они сказали нежность отзывчивость и внимательность и это 3 абсолютно женские качества когда мы говорили дальше я увидел что у этих девочек ни у одной из них нет отца соответственно обратите пожалуйста внимание на то что они выросли ожидая не того мужчину то есть будем говорить так они видят своим мужем не мужчину а как минимум некий гибрид поэтому когда ты рядом со своей дочерью когда ты любишь когда ты защищаешь когда ты назидаешь и наставляешь ее то она будет формировать правильное представление о мужчине и она встретит мужчину они непонятно что и тогда она будет счастлива она не ошибется в своей жизни она не будет отталкивать от себя настоящих мужчин и не будет искать нежного и понимающего